У жителей облакетки теперь нет поводов жаловаться на работу пассажирского транспорта, так сообщили в отделе ЖКХ Усть-Каменогорска во время встречи с населением района. По словам специалистов, вопрос, который долгое время стоял ребром, наконец решен. Что заявляют в ответственной организации по поводу автобусного сообщения в микрорайоне, расскажем далее. Реализуется комплексный план по решению проблемы облакетки, так говорят в Акимате города Усть-Каменогорска. Общественный транспорт в этом плане один из важнейших пунктов. По словам экспертов, волнующая жителей ситуация взята под контроль. И на сегодняшний день мониторинг работы пассажирского транспорта в районе проводится регулярно. На сегодня ежедневно проводится мониторинг в часы пик нами, работниками ЖКХ города, Центра управления пассажирских перевозок. А также сам подрядчик ТЭО Бахджол проводит мониторинг, мы сверяем данные. То есть это непосредственно в часы пик, отметкой нашей точкой является остановка Храм по улице Островского. Замеряем количество автобусов, проезжаем по остановкам, проверяем количество скоплений людей, замеряем время, интервал движения автобусов. Все это мы производим при помощи фото-видео фиксации со всеми подтверждающими данными. Работа в этом направлении ведется. Также в городской администрации прокомментировали недавний инцидент, когда местная жительница, недовольная работой общественного транспорта, подала в суд на Акимовск-Миногорска и отдел ЖКХ. Такое в истории города произошло впервые. Имело место медиативное соглашение. То есть это говорит о том, в первую очередь, что мы, то есть Акимовск в лице отдела ЖКХ, то есть полностью пошел в первую очередь на встречу, полностью принял все требования жителей. И было заключено соглашение о исполнении, о принятии необходимых мер по улучшению ситуации с общественным транспортом. В частности, по согласованию с жителями было принято решение о проведении конкурса определения единого перевозчика на три маршрута, обслуживающих микрорайон. По итогам двухнедельного мониторинга, замечаний и нареканий относительно регулярности движения транспорта у экспертов не возникло. Население удовлетворено и положительно отзывается о проведенной работе, подытожил Асхат Таженов. Однако на этом развитие облакетки не оставят, обещают уполномоченные лица. Сами жители отметили и другие позитивные изменения. Мы заезжаем как уже, как будто не в свой район, все светло, хорошо. Машины, которые стоят на стоянке, уже будут как бы под охраной, уже никто не подойдет. Хотелось бы сказать спасибо большое, что поставили забор наконец-то в детском сквере. Это для безопасности наших детей, потому что было вообще, мы боялись либо машина заедет, либо еще что-то. Ну, в принципе, спасибо, что что-то делаете для облакетки, что у нас идет развитие, что мы не стоим на месте. По данным отдела ЖКХ, маршруты номер 4, 25 и 27 теперь будет обслуживать единый перевозчик ТО «Бахы Джол». Карина Мурадова, Евгений Щетников, Алтаекпарад.